Это Центр новостей, в студии Екатерина Петрова. Здравствуйте, я и мои коллеги готовы подвести итоги этого дня. За сутки в Астраханской области выявлен 21 новый случай коронавирусной инфекции. Итого, по статистике регионального Минздрава, на 23 апреля диагноз коронавирусной инфекции подтвержден у 186 человек. За весь период пандемии 27 человек с положительным тестом на коронавирус выздоровели и были выписаны. Трое скончались. Под амбулаторным наблюдением находятся 1500 человек. Врачи, которые борются с распространением коронавирусной инфекции, на время обсервации разместят в отелях и гостиницах. Обсуждается возможность задействовать под эти цели три гостиницы. Идет работа по определению гостиницы для размещения приезжих. Напомню, с 20 апреля для всех, кто приезжает в Астраханскую область, действует режим обязательной самоизоляции на 14 дней. Ну и сегодня с заходом солнца начинаются священные для мусульман месяц Рамадан, посты, молитвы. В этом году всех верующих призывают совершать обряды дома. В Астраханской области коллективные молитвы в мечетях проводить не будут, пока не снимут действующие ограничения. А еще Рамадан — это месяц помощи и милосердия. Верующие стараются совершать благочестивые дела и помогать ближним. Глава регионального духовного управления мусульман Рауф Хазрят обратился к верующим. Дорогие верующие, дорогие мусульмане, я обращаюсь к вам с тем, что каждый месяц Рамадан тарових намазы мы совершали в мечетях. Но в этом году, ввиду того, что на сегодняшний день на территории Астраханской области действует период действия режима повышенной готовности и реализации ограничительных мероприятий, то есть карантина, настоятельно рекомендуем оставаться в своих домах, тарових намазы, ночные намазы совершать дома, своей семье, со своими детьми, со своими близкими. Мост через реку Белый Эльмень планируют открыть в августе этого года. Сооружение с 2018 года на капитальном ремонте. По контракту объект должны были сдать еще летом прошлого года. Все это время мост частично закрыт. Одна полоса движения сдана осенью, сейчас ремонтируют вторую. Реконструкция опоры начнется после схода воды. Стоимость реконструкции моста протяженностью более 500 метров и шириной 10 метров по проекту около 300 миллионов рублей. Из них компания Капитал Инвест может недополучить 7 миллионов. Сумму удержат за срыв сроков контракта. При этом претензий к выполненным работам у Астрахани Автодор к подрядчику нет и не устраивает темп работы. Капитал Инвест не согласен с неустойкой. Подрядчик обратился в арбитражный суд, чтобы ее обжаловать. У нас судебные тяжбы идут на расчет ПИНИ, который мы рассчитываем, выставляем подрядчику за просрочку. Он с ней не согласен, на что подал на нас суд. Сейчас в данный момент идет судебный процесс, то есть он еще не закончен. К сожалению, из пандемии есть сдвиги по срокам, суды немного не работают, не работали какой-то период времени. С каждого выполнения мы, согласно 1,03 ставки рефинансирования Центробанка РФ, от каждого выполнения на остаток работ мы начисляем ПИНИУ. Кома она сейчас составит? Сейчас 7 миллионов. 7 миллионов. Они с ней не согласны? Да, с ней не согласны. Нарушителей самоизоляции выявили сотрудники ГИБДД. Рейд прошел на улице Победы. Полицейские останавливали автомобили для проверки документов. Досматривали практически весь поток автомобилей, в том числе проверяли разрешение у пассажиров общественного транспорта. Особое внимание уделяют тому, чтобы не образовались заторы. В течение часа проверили почти полторы сотни водителей. Из них примерно 10 оказались без разрешительных документов. На них оформили административные протоколы. По словам сотрудников полиции, количество нарушителей сократилось по сравнению с первыми рейдами. Нескольким водителям без средств индивидуальной защиты выдали маски. Как отмечают полицейские, проблем с водителями не наблюдается. Астраханцы к проверкам относятся спокойно. Также проверяли водительские удостоверения, страховку и ПТС. В ходе рейда зафиксировали несколько административных нарушений. Исключение делали для водителей с просроченными правами. 18 апреля президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому водительские права, чей срок истекает с 1 февраля по 15 июля, будут действовать весь этот период. При этом сотрудники полиции напоминают, что оформить замену водительских прав можно на сайте госуслуги. Рейды по проверке документов будут проводить до конца действий всех ограничений. Количество сотрудников, которые сейчас находятся и принимают участие в дорожном движении, увеличено. Аппаратные работники, которые занимаются документацией, они сейчас выходят тоже на линию и контролируют передвижение участников дорожного движения и пешеходов. Новые тротуарные дорожки во дворах и на улицах, обновленный асфальт в Трусовском районе в эти дни ведут ремонтные работы. Реализуют несколько национальных проектов. Исполняющие обязанности глава администрации Астрахани Мария Пермякова посетила правобережье и лично оценила ход благоустройства. Вот так выглядит финишный этап масштабной реконструкции. Улица Мейера. Дворовая территория в обновленном виде. Осталось постелить асфальт. Работы завершат через несколько дней, уверяет подрядчик. На домах улицы Мейера 6 и Мейера 8 положены все бордюры, поварные и дорожные, плюс вся плитка. И подготовлена работа, проделана работа под монтаж асфальта. А когда асфальт хотите? На этой неделе мы закончим работу в подстал и обитающим техникум, асфальт, укладчики сюда. И я думаю, что мы до конца недели закончим. На улице 6-й проезд мостостроителей идет ремонт двух смежных объектов. Мало заменить асфальт и тротуар. Нужно привести в порядок всю территорию. На это обратило внимание местного руководства, исполняющего обязанности главы городской администрации Марии Пермякова. Здесь проходит выездное совещание. Районные власти работу уже начали. В скором времени приступят к обновлению контейнерных площадок для сбора коммунальных отходов. У нас будет обновлено 53 контейнерных площадки. Это будет бетонное основание. И ограждение профильстами. Также в рамках программы «Комфортная городская среда», если контейнерная площадка стоит на дворовой территории, мы будем проговаривать вопрос с региональным оператором, чтобы он заменил старый контейнер на новый. В пробережной части Астрахани обновляют не только дворы. Мария Пермякова проверила ход ремонта дороги на улице Бумажников. Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Привести в порядок отдаленные микрорайоны. В администрации города это ставят в приоритет. Отбор происходил задолго до сегодняшнего дня. Соответственно, перечень дорог, которые мы в рамках БКД должны отремонтировать, он прописан до 2024 года. Если с учетом экономии нам удастся еще какие-то дороги включить в этот перечень, было бы замечательно. Улицу Бумажников отремонтируют к середине мая. Здесь уложат новый асфальт и установят высокие бордюры. А еще обустроят два новых пешеходных перехода. Анастасия Анфюрова, Центр новостей. Почти третьи искателей в Астраханской области обращаются в соцсети мессенджеры для поиска работы. К такому выводу пришли аналитики Headhunter. Они провели опросы искателей, в числе которых и жители Астраханской области выяснили, какие инструменты для поиска работы они сейчас используют. Например, соцсеть, мессенджеры и даже чат-боты. Результаты исследования проговорим с руководителем пиар-службы компании Headhunter макро-региона Юг Аленой Монохиной. Алена, добрый вечер. Итак, насколько популярны чат-боты и мессенджеры среди соискателей в Астраханской области? Да, не так давно наша служба исследований проводила опрос. Среди российских соискателей приняли участие более 20 тысяч россиян. Они отвечали на вопросы, как часто пользуются они нетрадиционными инструментами для поиска работы. Как вы уже сказали, социальные сети, мессенджеры и чат-боты. Оказалось, что 28% соискателей Астраханской области имеют опыт поиска работы в социальных сетях и мессенджерах. Причем самая популярная оказалась социальная сеть ВКонтакте. Все о том, что искали работу через нее, рассказали 12% соискателей, 4% использовали Facebook и Telegram, а еще 7% искали работу при помощи WhatsApp. А есть какие-то определенные сферы, в которых ищут работу именно вот таким образом? Как правило, как заметили эксперты, больше и чаще ищут работу таким образом представители либо творческих профессий, либо те, чья работа так или иначе связана с интернетом. Как правило, это соискатели из таких сфер, как маркетинг, реклама и пиар, искусство масс-медиа, также туризм и гостиничный бизнес. То есть немного определяет специфика профессиональной деятельности, каналы поиска работы. Если человек свою профессиональную деятельность ведет, используя какие-то онлайн-площадки, понятно, что он использует все возможные инструменты для того, чтобы найти либо сменить место трудоустройства. Ален, подскажите, пожалуйста, одно дело искать, другое дело найти. Насколько серьезно эти площадки воспринимаются работодателями? Они действительно ищут работников в мессенджерах и чат-ботах? На самом деле есть такое универсальное правило, что искать работу нужно по всем возможным каналам, используя и работные сайты, и личные знакомства, так называемый рекомендательный рекрутинг, и социальные сети в том числе. Потому что никогда нельзя знать точно, где именно тебе повезет. Что касается работодателей, ряд работодателей, которые имеют собственные странички в социальных сетях, бывает, публикуют и там подборку вакансий, либо анонсируют в каких-то профессиональных сообществах, кого они ищут. Опять же, почему? Потому что чем больше каналов поиска сотрудников задействует работодатель, тем больше вероятность того, что он быстрее найдет нужное ему человека. Поэтому в любом случае, не нужно говорить о том, что мы ищем работу только в соцсетях, либо только в мессенджерах. Нужно задействовать все возможные каналы, но к этому нужно подходить также ответственно. В том плане, что если вы хотите искать работу в социальной сети, нужно понимать, что ваша страница должна выглядеть достаточно профессионально. То есть там должно быть максимальное описание вашего опыта работы, какой-то деятельности. Вы должны быть подписаны на профессиональные сообщества. Если у вас есть цель найти работу в какой-то конкретной компании, лучше подписаться на ее страничку и следить за обновлениями вакансий. То есть относиться к этому нужно со всей серьезностью, как и к составлению резюме на любом работном сайте. То есть получается, что наши страницы – это уже не наши личные странички, где мы можем себя вести как хотим, а нужно их содержать в полном порядке. Что может оттолкнуть работодателя? На самом деле, да, уже давно понятно, что наши странички – это не наши странички, это доступ к нашей жизни. Причем понять, чем живет человек, можно не только по фотографиям, проанализировав то, какие делает он публикации, репосты, какие посты у друзей комментируют. На самом деле, был у нас опрос в этом году, и около 70% работодателей отказывали соискателям после просмотра их социальных сетей. Потому что, видимо, то, что они видели там, не совсем соответствовало тому, что человек заявлял в рамках интервью, либо собеседования. Поэтому стоит помнить, что если вы понимаете, что ваши социальные сети могут как-то, ну не то что оттолкнуть работодателя, а насторожить в каком-то вопросе, лучше либо закрыть страничку, да, сделать ее исключительно личной, либо удалить все то, что может каким-то образом вас скомпровитировать. Но это касается каких-то, прежде всего, может быть, экстремальных хобби, потому что работодатель подумает, насколько вы будете работником, который не уйдет на больничный, да, не означает, получив травму при тренировках, либо при каком-то таком экстремальном времяпровождении. Или если вы любитель там вечеринок, больших компаний, опять же, работодатель, если вы увидите, что фотографии у вас исключительно такие тусовочные, тоже подумает, а насколько ответственно вы будете относиться к работе. То есть, на самом деле, на эту тему есть масса материалов в интернете, если задаться целью, их можно изучить. Но то, что работодатели, даже работодатели в нашей компании, я помню, когда я трудоустраивалась, Hot Hunter меня спрашивали, дайте ссылки на ваши соцсети, я такая, на личной страничке прям личной не дала такую, где у меня нейтральная информация дала, потому что подумала, а что же вы хотите там увидеть, и что вы там увидите. Поэтому об этом всегда стоит помнить. Алёна, спасибо вам большое, обязательно приведу в порядок свою соцсеть, вам желаю здоровья. Ремонт 19 локомотивов – это тот объем работы, который Астраханский тепловозоремонтный завод должен выполнить в апреле. Предприятие вернулось к работе после вынужденной остановки производства, и сейчас завод работает в штатном режиме с соблюдением всех профилактических требований. Как изменился режим работы предприятия и повлияла ли остановка работы завода на производство, узнавала Виктория Соколова. Проходная завода – единственное место, где за короткий промежуток времени проходит большой поток людей. Все поверхности и турникеты здесь протирают с дезинфицирующим средством после каждого рабочего. Санобработка – один из важных моментов, которому на тепловозо-ремонтном заводе уделяют особое внимание. Антисептики есть во всех бытовых помещениях. Помещения дезинфицируются каждые два часа на территории как завода, так и завода управления. То есть у нас приобретено дополнительно антисептик, заключен топ-соглашение с клиникой компании, которая производит у нас санитарные уборки помещений. Измерение температуры на проходной для работников уже привычное дело. Высоких показателей за время проверок зафиксировано не было. Ежедневно к работе приступают несколько сотен рабочих. Исключение – 11 человек. Это люди старше 65 лет. Все они на самоизоляции. Им оформили больничный. Гудок тепловоза оповещает о начале смены. В цехе уже кипит работа. Все сотрудники по возможности соблюдают социальную дистанцию. Каждый носит индивидуальные средства защиты. Всего завод заказал почти 50 тысяч одноразовых медицинских масок. Из них 12 тысяч уже раздали рабочим. Заметно, что в связи с коронавирусом поменялся режим работы. Во-первых, все соблюдается. Все санитарные нормы. Все обрабатывается. Все ходят в масках. Маска немножко влияет на работу. Немножко тяжело дышать. Но что же сделать? Приходится, как говорится, в чем-то жертвовать. Жертвуют комфортом, зато берегут здоровье. В одном цехе одновременно работает более 500 человек. Они занимаются ремонтом колесных пар, электрических машин, а также других составных частей тепловозов. Работают в ускоренном режиме. Сроки поджимают. Из-за ограничений по борьбе с распространением коронавируса в конце марта ТРЗ пришлось приостановить работу на несколько дней. Это достаточно серьезная просадка по производственной программе. Но большинство членов нашего коллектива понимает соответствующие задачи. Прекрасно понимают и последствия в принципе всей этой пандемии в стране. Поэтому мобилизовались. И на сегодняшний день, по итогам апреля, есть все основания полагать, что мы догоним те отставания и выполним план апреля. Так, в апреле с учетом отставания на заводе должны отремонтировать 19 локомотивов. Большая часть уже готова, остальные в работе. Тепловоз и ремонтный завод – единственное специализированное предприятие по ремонту маневровых тепловозов в Южном федеральном округе. Поэтому производство работает в штатном режиме. Наверстка была упущенная. Виктория Соколова, Игорь Нифиденко, Центр новостей. Российские туристы, застрявшие в Шри-Ланке, пытались нанять чартер за 14 миллионов рублей. Россияне не могут вернуться домой из Южной Азии из-за установленных ограничений. Так, рейсы в первую очередь организуют для тех, кто покинул Российскую Федерацию в этом 2020 году, а не раньше. К тому же действует правило – самолет летит только в один регион и не принимает пассажиров из других регионов. В результате многие туристы до сих пор не могут дождаться возвращения. В подвешенном состоянии сейчас и Астраханка, Вероника Стригунова. Вероника в конце сентября прилетела на остров и до сих пор остается на Шри-Ланке. Она сейчас на связи со студией. Вероника, добрый вечер. У вас сейчас закончился контракт и рабочая виза. Где вы сейчас проживаете? Есть ли какие-то сбережения? Я сейчас проживаю у друга. У меня так случилось, появился отличный друг. И его семья приняла меня, потому что сейчас в данный момент очень сложно платить за проживание. А так как я жила в Колумба, в центре города, цена там примерно такая нормальная. Да, сбережения кое-какие есть на всякий крайний случай. Но я вот так подумала, посмотрела на всю ситуацию и на жизнь здесь пока есть. А есть ли какая-то возможность получить там на острове рабочую визу у вас и найти работу, пока вы там все равно находитесь? Ну, так как я работала в туризме и вообще я сюда приехала работать в туризме, известно, что эта область сейчас стоит и неизвестно когда, непонятно, когда это все возгновится. Поэтому в данный момент я не могу найти работу здесь, на Шри-Ланке. Но вообще, теоретически, это возможно. Вероника, подскажи, пожалуйста, обращалась ли в ДИП представительство России на Шри-Ланке? Что тебе там говорят? Как действовать твоей ситуации? Ты ведь не одна наверняка там такая. Я тут не одна, я слежу за чатом людей, которые здесь остались. Но нет, я никуда не обращалась, просто потому что я почитала, посмотрела. Я как наблюдатель такой тайный. Тот человек в чате, который все читает, но помалкивает. Я посмотрела, почитала. Ну, большого толку для меня я такой вывод сделала. Обращения пока нет. У меня виза до 12 мая, автоматически продленная. После этого я уже буду думать, что делать. Потому что, на самом деле, ну, хотелось бы здесь переждать. Здесь все-таки условия хорошие. Подскажи, какие дальнейшие планы? Что планируешь делать? Ну, я хочу попробовать остаться здесь как турист. Так как у меня сейчас резидентская виза, и ее автоматически продлили, я спокойна. А дальше я хочу попросить туристическую визу и остаться здесь настолько, насколько это возможно. И попытаться уже переждать вот этот момент, пик. И попытаться найти работу, потому что все-таки здесь хорошо. Мне здесь нравится. Вероника, ну, согласна, Шри-Ланка, наверное, не самое плохое место на Земле, чтобы переждать карантин. Я тебе желаю здоровья. Ну и возвращайся домой, если захочешь. Астрахань не расцветет. Сотрудники муниципального предприятия «Зеленый город» высадят в парках и скверах 600 тысяч цветов. Сейчас общественное пространство готовится к высадке цветов и зеленых насаждений. Саму высадку начнут на следующей неделе. В теплицах ждут своего часа петуньи, хризантемы, виолы, сальвии, шафран, бархатцы и розы. Планируется и вертикальное озеленение. В теплицах сейчас приводят в порядок тэпиарные фигуры, которые разместят в городских парках. Озеленители будут работать во всех районах областного центра. В Кировском районе это площадь Ленина, Братский сад, морской садик, сквер Филармонии, набережная реки Волги, сквер Победы и территория возле Лебединого озера. В Ленинском районе сквер Студенческий, парк в микрорайоне Казачьем, в Советском районе украсят разделительную часть дороги улицы Николая Островского, набережную Приволжского затона, сквер Гейдара Олива, а в Трусовском – аллея ветеранов, парк имени Ленина и кольцо на Мострое. Озеленение проведут и в недавно обновленных парках, в микрорайоне Третьего интернационала. Там уже высадили 500 деревьев и 1000 кустарников. В планах еще 20 тысяч цветов. Розы у нас в том году мы осенью черенковали. Вот сейчас вы тоже с Амали видели. У нас где-то в пределах 1200 мы своими силами черенковали где-то розы. Видели, они уже цветут у нас все. Так что эти розы тоже пойдут в парки города. Мы как бы готовы на первый этап полностью высадить центральные клумбы города, все другие районы. Вот у нас, ну как бы на данный момент у нас все есть, все готово. Вот с понедельника мы начинаем высадку и рассады. Акции к празднованию 75-й годовщины Победы Великой Отечественной войны пройдут дистанционно. Об этом сообщили в администрации города. На это повлияла сложившаяся эпидемиологическая обстановка в регионе. В каких акциях патриотической направленности может принять участие каждый из нас, расскажет Алтына Арумбаева. Фото сделано. Теперь выкладываю в социальную сеть со словами. Я участвую в акции «Георгиевская ленточка». Из-за ситуации с коронавирусом акции по раздаче символических ленточек не будет. Но зато все мы с вами можем принять участие в фотоакции. Я также участвую в акции «Письмо ветерану». Для этого мне нужно записать 15-секундный ролик и выложить в социальные сети. Сегодня я расскажу вам о своих героях. Мои герои до Дня Победы не дожили. Мой дедушка Курмангали Джакеев был участником Сталинградской битвы. Он пропал без вести, его тело так и не нашли. В 1943 году под городом Могилев погиб мой еще один прадедушка – Аубикеров Мурзагали. Он был участником Сталинградской битвы и также участвовал в боях за освобождение Белоруссии. Мои прадедушки до Дня Победы не дожили, но они подарили победу мне, тебе, стране. Также астраханцы могут принять участие в акции «Радость Победы». Она предполагает, что все мы с вами можем празднично украсить окна и балконы. Но я сегодня решила украсить стену, распечатала вот такие вот картинки в интернете. Голубь как символ мира. Также я решила оформить вот такую полку. Здесь только национальные сувениры. Не выходя из дома, мы можем вспомнить всех тех, кто подарил нам мирное небо над головой. К этому часу у меня все. Еще больше новостей на нашем сайте. Я желаю вам хорошего вечера. Берегите себя. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин